Какие действия необычные карты? Давайте поговорим о самой играх. Мы рассказали о самом истории. Может, какие-то есть вопросы по истории? Что-нибудь? Нет? Хорошо. Игров по колоде Ханафуда очень много. Одна из самых популярных и не очень сложных, но, как видите, на принципе этой игры основываются все остальные. Это кой-кой. Сиповское оно означает «продолжать». Здесь выглядит первоначальная распадка. Кажется, если играется игра на двоих человек, можно еще в нее играть и на троих. В другие игры кой-кой играется только, извините, на два или на три человека. В другие игры можно играть на большее количество людей. Но все равно это является основой. При игре на двоих людей каждый на руках раздается по восемь карт. И восемь на стол. Карты в руке закрыты, на столе открыты. Карта играется. Суть игры в том, чтобы собрать комбинацию и получить больше очков. Кто соберет больше комбинаций очков выиграл. Для этого у каждого игрока есть по два входа. Я легко поставлю. Красота Шарко. По стекля구나. Это. Проект. По стеклянному. По стеклянному. По стеклянному. Городному. По стеклянному. Проект. Дальше на стенде там будут только комбинации, я покажу основной принцип, как это сделается здесь. Кирилл, можешь ко мне подсоединиться. Что надо сделать? И всем ли видно? Конечно, сбоку, например. Вообще стоять не обязательно. Ну да, в принципе. Просто покажем, как. Чтобы я не делала сама. Я, получается, допустим, я буду дилером и первым входящим игроком. Есть там особое правило, как определяется, кто дилер. Ну, в принципе, это не важно. Сейчас он подняет всю эту игру. Стоять. Можно подберем в проекте, по каждой стене подойдет? Ну, в проекте там потом комбинации, я скажу, после. Я скажу, после. Мы просто поднимем карту. Смотри. Получается, я смотрю свои накаты. И сравниваю с картами, которые на столе. Ну, сейчас мы будем сравнивать здесь. Я это покажу. И, получается, карты сравниваются по мастям. То есть, я, например, у меня в руке есть сакура. Вот сакура. Я смотрю, что есть на столе. На столе эта сакура вот тоже есть. И, получается, я достаю свою карту с сакура с руки и уложу ее сюда на стол. Эти карты уже две являются моими. Я их забираю себе и оставляю в открытую. То есть, я их уже не закрываю, руку себе не беру, а просто оставляю на столе. Это уже мои карты. Второй ход отсюда, с колодой. Я ее вскрываю, ее видят тоже все. И сравниваю опять со столом. Опять выпала сакура. На столе больше сакуры нет. Следовательно, я ее должна оставить. И следующий ход оппонента. Он тоже сравнивает карты свои со столом. И, если может, что-то берет. Если не будет никакой такой масты, например, у него есть пион, а пиона, например, здесь нет. Ход он обязан сделать все равно. Следовательно, он берет эту карту и просто оставляет на мистоле. То есть, если вы не можете ничего забрать со стола? Вы должны положить ее. Да. Но я, допустим, могу собрать что-то со стола. Я беру вот эту вот яркую карту. Яркие карты в комбинациях приносят больше всего очков, поэтому их хорошо реализовывать. Забираю вторую сакуру. Как раз сакура, да. То есть сакуры вышли. Всего на нас 4 карты. Беру и лучше всего выкладывать, смотрите, отдельно по достоинствам, чтобы и вы, и противник видел, сколько у вас карт каждого достоинства, когда будет считать комбинацию. Тем более, по сути говоря, комбинации, они все построены по достоинствам. Отдельно, вот видите, как я говорила, есть достоинства животных, есть, просто говоря, комбинации животных. Достоинства ленты – комбинация из ленты. Достоинства трава – комбинация из травы. Поэтому сразу берете по мастям, то есть цветок берет цветок, а здесь раскладываете по достоинствам. Отдельно животных, отдельно ленточки, отдельно траву и отдельно яркие карты. А получил пион, пиона, как Олеся и говорила, на столине. Да, он должен его оставить. И мы так продолжаем дальше выкладывать все карты друг друга. Докользуем до того момента, пока кто-то не соберет какую-либо комбинацию. Мы можем просто потом еще, вы в конце подойдете сюда и ближе разыграть, попробую, в короткий вариант. Получается, например, Кирилл соберет комбинацию, ну не знаю, конзактов, 5 ленты. Он должен собрать 5 ленты. В итоге мы играем, один ходит, второй, один, второй. Пока кто-то не соберет, например, 5 ленты, 5 животных. Кирилл, например, собрал 5 животных, он считает, что ему это достаточно. 5 животных – это 1 очко. Он говорит, не, хватает, объявляю победу, ага, и все. А это заканчивает игра. Но он может сказать, что ему мало подумать. Когда он говорит, как игра называется, кое-кой, по сути говоря, продолжай. И продолжить игру. Что в кое-кой после этого? После объявления кое-кой ему придется собрать либо новую комбинацию, то есть, например, если он собрал 5 животных, ему нужно будет собрать 5 ленточек. Либо придется предыдущую комбинацию сделать сильнее. Для этого у него, например, как мы говорили, 5 животных. Ему нужно будет получить 6 животное, хотя бы одно животное. Это усилие этого комбинации. Что это ему даст? После объявления кое-кой, и когда он соберет новую комбинацию, либо ее усилие предыдущие, он все свои очки, полученные в игре, удворит. Кое-кое можно объявлять хоть сколько хочешь. Главное, чтобы карты у дилера не закончились. И оценивать тоже карты противника. Если противник что-то рядышком сейчас соберет, не имеет смысла объявлять кое-кое, потому что твои очки сгорят. Если противник собрал комбинацию, этого не увидел, сообщать ему об этом не надо. Да, это не шахматы. То есть просмотрел свою комбинацию, и все. Ну да. И получается, сама игра и кое-кое, почему дается возможность, имеет смысл продлевать, то есть говорить кое-кое, а не просто сказать, я победила, все. Минимальная игра в три месяца, квартал. Но она может также играться еще и полгода, шесть месяцев, а полная игра составляет весь календарный год в двенадцать месяцев. То есть все мастер с января по декабрь отыгрываются весь год. И поэтому, и бывает, победа с одним значком не имеет смысла, потому что у противника он уже отыграл там три партии, у него там восемьдесят очков, а ты хочешь победить с одним очком, то есть игру не выиграешь. И ты поэтому объявляешь кое-кое, и пытаешься продолжить игру, чтобы увеличить свои очки. Кое-кое очень такая, с одной стороны, интересная, с другой стороны, очень хитрая штука. Есть упрощенные правила, когда после кое-кое удваиваются только очки, которые его объявил человек. Более полные, японцы так играют, есть три вида кое-кое. Если ты объявил кое-кое, у тебя увеличиваются очки. Если твой противник объявил кое-кое, все равно могут увеличить очки, если ты победишь. То есть противник объявил, но противник не собрал, а ты и собрал, значит у тебя тоже увеличится. И когда количество очков в комбинации у тебя 7 очков выше, тогда они тоже будут увеличиваться. Это немножко сложно для начала, поэтому играть бывает просто простым вариантом. Просто один раз объявляют кое-ко, и просто два этажа очки. Еще по комбинациям. Скажу. Кассу 10 простых. Просто собирается у вас любых, это по сути говоря комбинация собирается рано или поздно всегда. 10 простых карт, то есть по сути говоря любых 10 карт, без ничего, только цветы на ней запрошены. Второе комбинация яхта, там и животное. Нужно собрать 5 животных. Ну, эта комбинация собрать сложнее, как и там, за 5 лет тоже сложнее, потому что их всего вообще в колоде по 9 штук. 9 леточек и 9 животных, а минимум надо собрать 5. Есть комбинация благородных животных, за ней дается очень много очков, и на шикачок, хабана или бабочка. Если у вас есть возможность, выбирайте ее всегда. Вот. Что еще? Вот есть еще такие две комбинации, с сусими и с санами, они являются, да, мы на турнире играем с них, они являются, скажем так, договорными. Вообще, кое-кое игра договорная, есть куча, как я говорила, особенностей, сколько играют, три раза играют, шесть раз, двенадцать. Также правила ничьи разговаривают, кое-кое игра договорная, перед тем, как вы садитесь играть, вы садитесь и обывариваете правила, по каким вы играете. Полностью традиционным, немножко более современным или ухощенным, вы это все договорились. Так, по самому как раз эти две комбинации, с сусими и санами, они являются договорными. Потому что, если с ними играть со старта, они могут выпасть одна карта, это чисто рандом, и просто эта игра на случайность будет. И вы, скажем так, можете просто случайно выиграть, никакой тактики, никакой стратегии. Самые дорогие комбинации, вот изображены здесь, это три поэтических ленты, три синих ленты, они одинаковые, пустой мешки, пять очков, санку, три ярких идут, любых трех ярких, здесь изображены эти, но может быть, не обязательно луна, журавль и топ-гунь, феник, может быть, так же самое и здесь, в третьей быть карты сахара, но не человек под дождем. Вам и Шика, вот как раз идут три ярких, и человек под дождем. Она идет уже в семечках. Шика, это комбинация из всех четырех ярких. Это журавль, сахара, луна и феникс. Восемь очков. И самое дорогое, это комбинация всех благородных карт, праздников, и человека под дождем, это журавля, сахара, луны, феникса и человека. Десять очков. Вот, собственно говоря, комбинаций немного, единственное, сложно бывает в игре узнать правильный месяц. Не все так хорошо, скажем так, различают цветы. Многие бывают, путают ту же сливу с сакурой, но некоторые художники рисуют их очень похожими. Немножко, скажем так, включаем наше абстрактное воображение, рассматриваем, ну и в принципе привыкаем. Остальные карты очень похожи, из-за исключениям еще можно перепутать глицинию с клевером. Они получаются, в принципе, рисуются очень похожими. Если глициния, то у нас дерево в апреле висит, такие штучки, они черные, или в апреле, это изображается, там, где кукушка. То в юре, по сути, очень похожи, только такие же самые, но красные. Просто они снизу, и трава. И поэтому, когда карта путается вверх тормашками, бывает, где путают глицинию или это клея. Поэтому надо просто смотреть на цвет. Вот. Ну, в принципе, так это все. Можно я готовлю? Да. Значит, о победе. Если в раунде победил Оя, да, Диля, да, Оя. То в следующий раунд дилер снова имеет право первого хода. Если победил противник, не дилер, то право первого хода на следующий раунд переходит к нему. Также еще правила о стаке, как растения. Будем рассказывать? Ну, есть еще время, когда рассказывать, здесь получается еще стаке, вот карта, которая, она животная. Она является дикой картой, она еще дополнительно засчитывается как растение. Она и животное, она и растение. То есть, животное по-любому, и растение, оно дополнительной картой идет. Но ведем к тому, что водка получается из риса, как бы бывшее растение, превращает человека в животное. Япония, не понимаете. Ну, да. И, по сути говоря, еще можно сказать, еще такую, по поводу этих двух комбинаций, для того, какими с такими и санами, есть еще такое правило, есть люди с ними играют, а у них выпадает карта человека под дождем, вот, например, молодой человек, вы собрали, любование луной. И вам же выпала карта человека под дождем. Ну, японцы под дождем пить саке не будут любовать луной. Комбинации не работают. Вот такое правило. Поэтому, бывает, например, такой карты и положительная он просто идет в самых дорогих комбинациях. И карта, он же подвес, потому что, если играть с этими двумя комбинациями, он их наламывает. Ну, что, японцы символичны, они не будут саке у них считаются священным напитком, напитком вузгов. Они не будут тратить его, разглавлять его водой дождя. Поэтому, они не работают и бывает тактически, бывает выгодно положить эту карту, чтобы противник потом ее взял. Ну, один из простых мелочей, которые мы могли забыть, вначале развивается по 8 карт каждому и 8 карт в каждом. Ну и тогда ничья бывает в том случае, когда заканчиваются карты у дилера, если я правильно помню правильно. То есть, даже если у противника одна карта в конце остается, если у дилера больше карт нечего, никто ничего не собрал, 0-0, вход остается за дилером на следующий ронг. Какое отличие в игре на 3-х человек? На 3-х человек раздается не по 8 карт, 7, а раздается 7 карт на руку, 7, и на стол кладется 6. Потому что больше людей в карте должно хоть что-то играть, поэтому раздается меньше. Еще также отличается правило конца игры. Если даже у дилера заканчиваются карты, на вторых людей это не имеет значения, всем дается право положить свои карты. Ну вот, в принципе, все. В принципе, такая базовая, не очень сложная игра. Будет интересно, приходите после лекции, мы будем играть. Возможность, там будет даже проходить турнир, некоторые участники будут играть, можете посмотреть. позже попробовать не соединить и просто сыграть в группу. Всем спасибо. Если есть вопросы, спрашивайте. Как найти? Я могу, там был написан группа ВКонтакте, могу оставить свои контактные данные. Могу оставить свои контактные данные, мы постоянно собираемся в центре Наталья Ирова, если есть ВКонтакте или где-нибудь еще, напишите мне. Я напишу в виде когда у вас встречи. всем спасибо. Спасибо. Кто хочет опять субтитры Продолжение следует...